Дарья Ковалевская Фильм «Судьба диверсанта. Новая летняя премьера». А теперь более подробно об этих и других новостях. Президент Российской Академии образования, ректор Санкт-Петербургского государственного университета, автор более 300 научных работ – все это лишь малая часть заслуг и регалий Людмилы Вербицкой. Всю свою жизнь она посвятила изучению русского языка и литературы. Об ее главных достижениях и удивительной истории жизни можно будет узнать в новой книге «Воспоминания». Мне бы хотелось, чтобы мы вспоминали ее без грусти, а вспоминали те добрые дела, которые она делала для университета, для русского языка, для очень многих, кто находится не только в этом зале, но и за его пределами. Каждый, кто обращался к ней, не знал отказа. Людмила Алексеевна помогала всем. Папа был охотником. Он очень хотел, чтобы родился сын. И тут родилась через 8 лет я. Радости, я поняла, особой не было. И Людочка, будучи такой очень активной девочкой, села на коленке к папе и сказала, «Папа, с кем же теперь ты пойдешь на охоту?» И папа сказал, конечно, с тобой, доченька. Не с этой же, которая вот тут вот в коляске лежит. Вот. И я считаю, что вот эти папины черты отразились. В издании использовали ранее неизданные материалы университета, а также документы из личных архивов семьи Людмилы Вербицкой. Историки русской кухни, фудблогеры и кулинары представили лучшие традиции национальной кухни. На ярком фестивале в Измайловском Кремле гости смогли не только попробовать знаменитые блюда, но также принять участие в необычных эстафетах. Побывала на этом красочном мероприятии наш корреспондент Елена Власова. Профессионалы гастрономической индустрии подготовили третий международный фестиваль «Русская кухня». Сегодня всех гостей здесь ждут кулинарные мастер-классы, веселые соревнования и яркие флешмобы. Лучшие российские производители, кулинарные и фольклорные коллективы приехали сюда, чтобы показать настоящие русские традиции и объединить целые поколения и обратить внимание на такое популярное направление, как гастрономический туризм. Сегодня лучшие московские повара соревнуются в приготовлении ухи. Здесь у каждого повара есть свой авторский рецепт, которым он будет покорять сердца жюри и посетителей фестиваля. Сегодня мы с моими коллегами-шефуарами готовим уху в рамках третьего международного фестиваля «Русская кухня». Мы будем готовить в огромных казанах и потом будем дегустировать все вместе. Здесь нет победителя, это хороший праздник, поэтому мы делаем его для города Москвы и вообще для России. Победителя будет выбирать экспертное жюри. После того, как все закончат готовить, комиссия поваров попробует приготовленную уху и вынесет свой вердикт. Оценить старания участников смогут и гости фестиваля. Для них также будет предоставлена возможность попробовать 10 видов русской ухи. Сегодня будем готовить с коллегой. У нас рецепты похожи, и долгое время мы у себя в ресторанах ее разрабатывали и готовим при низкой температуре ее непосредственно и отдельно тремя способами бульон. Посетить фестиваль гастрономической индустрии можно до 11 июля. Впереди большая и насыщенная программа, которая никого не оставит равнодушным. Елена Власова, Андрей Челышев. Специально для телеканала «Русский мир». Это значит Россия живет! Форум «Золотой Витязь» отметил 30-летие. К празднованию юбилея присоединились российские звезды кино, артисты, музыканты. На галоконцерте в Ярославле они рассказали об истории форума и провели творческие встречи. Фестиваль эхо 30-го международного кинофорума «Золотой Витязь» прошел в Ярославле. Открыла праздничную программу творческая презентация Николая Бурляева. Здесь народный артист представил свою поэтическую книгу «Бэмби». Работа над этим художественным произведением шла много лет. И теперь автор смог показать уникальное собрание, в которое вошли также работы заслуженного художника России Сергея Сюхина. Продолжил фестиваль яркий галоконцерт «Любовью и единением спасемся», в котором приняли участие народные артисты, а также звезды эстрады и давние поклонники форума. Принимать участие в данном фестивале и почетное, и благодарное, как тут душа спокойная. Для «Золотого Витязя» Ярославль успел стать по-настоящему знаковым местом, ведь именно здесь проходили одни из первых его мероприятий. На юбилейном фестивале президент кинофорума Николай Бурляев также заявил о том, что в подарок от «Золотого Витязя» в библиотеках Ярославской области появятся фирменные киноклубы. «Мы сегодня открыли первый киноклуб для библиотеки Лермонтова. С этого мы начали, потому что Лермонтов для меня человек судьбы. Подарили этому киноклубу для начала 35 фильмов и обещали, что мы будем открывать киноклубы во многих местах области Ярославской с дарением по 200-250 фильмов из «Золотого Витязя». А мы очень богаты, мы за 30 лет нашей жизни собрали 9 тысяч фильмов. Хороших фильмов, которые не показывают наш телевидение». В этом году форум «Золотой Витязь» отметил 30-летие. В честь юбилея в разных городах России пройдут живописные и фото-выставки от участников изобразительного форума искусств, а также музыкальные, литературные и театральные форумы. Победителей конкурса социальной журналистики «Герои Пера» наградили в Москве. Этот проект существует уже несколько лет. В этом году из 800 заявок выбрали 27 победителей. В стороне не осталась и наша телерадиокомпания. Ведущие журналисты, общественные деятели, а также руководители бизнес-проектов встретились на церемонии награждения конкурса «Герои Пера». В этом году главные награды получили те СМИ, которые представили на премию лучшие материалы на социальную тему. Ну, вы знаете, в России публика читающая. В поездах, самолетах, кораблях, проходах. Потому что человек любопытен по своей природе. А газеты – это как раз та вещь, которая удовлетворяет это любопытство. Всего в конкурсе было заявлено семь номинаций для теле- и радиожурналистов. В первую очередь жюри оценивали те проекты, которые формируют нравственные ориентиры для молодежи и развивают сферу волонтерства. В этом году в шорт-лист попали 27 материалов от СМИ более чем из 20 городов России. Очень здорово, что журналисты не остались в стороне. Очень здорово, что об этом пишут, рассказывают очень много, дают какие-то возможности, дают рекомендации, как действуют в сложных ситуациях. Рассказывают о тех, кто помогает, рассказывают о тех, кому не все равно. И то, что в этом году так много работ, это трудно было для жюри, для оценочной отборочной комиссии, но это показатель того, что социальная ответственность журналистов, прежде всего, она в такой критической ситуации только выросла. В номинации «Социальное партнерство» в финал вышла также телерадиокомпания «Русский мир» с проектом 4-й международный телевизионный и радиоконкурс «Корреспондент русского мира». Это особая номинация, в которую вошли лучшие социальные проекты, организованные средствами массовой информации. Четвертый международный конкурс «Корреспондент русского мира» проходил в 2020 году. Он был направлен на популяризацию русского языка и культуры. Именно благодаря этому проекту удалось собрать целую сеть народных журналистов и корреспондентов со всего мира. Проект «Герои пера» появился в 2018 году. В этот раз на конкурсный отбор было отправлено 800 заявок, более чем из 250 СМИ со всей России. Это рекордный показатель за все время конкурса. Евгения Фахурдинова, «Равид Гор» специально для телеканала «Русский мир». О судьбе советского диверсанта расскажет новый фильм режиссера Дмитрия Астрахана. События киноленты разворачиваются во время Великой Отечественной войны. В разгар боевых действий работают партизаны и советские подпольщики. Они сражаются с немецкими оккупантами и устраивают крупнейшую сухопутную диверсию в истории Второй мировой войны. Эта военная драма расскажет о настоящем подвиге советских людей, которые своими силами смогли изменить ход Великой Отечественной войны. Картина основана на реальных событиях и для зрителей станет особо ценным тот факт, что режиссер построил сюжет именно на документальных данных. Ночи фильмы войны будут сниматься всегда, естественно. Люди о подвигах нашему народу будут сниматься, потому что и правда это великая война, это великий подвиг нашему народу. Мы пытались показать, что вот за люди, которые совершали этот подвиг. Вот идея фильма в том, что это, чтобы то, что случилось, это были именно советские люди. Вот это понятие советский человек, вот что сформировало этих людей, которые смогли взять и совершенно бесстрашно вот так взять и так они шли до конца, что они взяли и победили врага вот в этой тяжелой борьбе. Главный герой этого фильма железнодорожник Олесь Орлович. Именно в его образе сосредоточились черты и особенности того самого советского подпольщика Федора Крыловича, который совершил одну из крупнейших сухопутных диверсий во время войны. 30 июля 1943 года силами лишь одного партизана удалось установить мины на белорусской станции и уничтожить четыре немецких эшелона. Вычислить виновника этой операции вражеское командование оказалось не в силах. Подвиг простого рабочего мгновенно вошел в историю. Федор Крылович был награжден медалью партизана первой степени, а уже спустя несколько лет получил орден Ленина. Это другое время, другая эпоха и другие обстоятельства. А мы из мирной жизни туда перепрыгиваем на 80 лет почти. Поэтому это была безложная скромность, скажу так, не просто, но вот по помощи замечательного нашего режиссера, у которого такая энергия, что это произошло безболезненно. В военно-исторической драме «Судьба диверсанта» также приняли участие такие российские актеры, как Андрей Смоляков, Александр Семчев, Екатерина Кузьмич и многие другие. В российском прокате премьера фильма состоится 1 июля. О самых интересных событиях и жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. До новых встреч и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова